выставляется не против тебя видеть все записывается выставляется в интернет да ради бога ну хорошо вот игнат тихоныч полный ответ может дать согласен или нет а на что согласен против еще не имеете а по поводу что записываете но записывать я слушаю говорите на тихоныч хотел познакомиться с вами до наслышан о вас вот вашей деятельностью тоже интересовался в том числе вот меня зовут александр я собственно говоря руководителя типа заразделения финансовом секторе экономики он занимаюсь поддержкой пользователей уже больше десяти лет работаю с 18 лет вот но вот тут недавно николай поднял интересную тему про конец света с точки зрения православной веры и христианство в целом вот ну и у меня собственно говоря как у обывателя как у светского человека возникли вопросы вот ну как бы николай предложил ответить на эти вопросы в формате беседы не знаю насколько вам это будет интересно готовлю на это потратить время у меня в принципе есть конкретные вопросы которые хотелось бы получить ответ давайте уточнить что именно последнее времени окончания мира ну смотрите давайте начнем с того что в евангелии от матфея говорится о том что концу истории будут бедствия царствие будет нападать на царствие будут происходить море остудеет любовь человеческая просто вот начнем с этих вводных скажем так а теперь у меня возникает логичный вопрос царствие на царствие нападает чуть ли не каждый год так или иначе происходит насилие войны мора существует со времен зарождения человечества вот всегда есть большое малое количество людей которые любят и ненавидят из-за моров из-за болезней из-за воин общее настроение и любовь ко всему живому у людей падает это тоже логично я к тому что за всю историю человечества мы только делаем что воюем распространяем болезни любим ненавидим у кого-то портится настроение у кого-то она на подъеме там у народов может быть у каких-то конкретных групп людей вот и наверное в каждом десятилетии на протяжении истории можно сказать что вот-вот настанет конец света и никто до сих пор за 2000 христиан тысячи лет христианства не научил людей нормально жить вот то есть ну хотелось бы начать с этого вопроса дальше идет ну как бы у меня другой вопрос но тоже связаны с этой темы то есть я пока с темы на тему не планирую перескакивать вот что вы думаете по поводу моего вопроса да то есть в евангелии написано о том что будут предшествовать концу света определенные события но как показывает история эти события происходят каждое десятилетие каждый год даже одно по названию одно а по размерам и в совокупности с другими событиями их сравнивать никак не приходится вот первая мировая война вы же знаете около 20 миллионов вторая мировая это по-разному говорят 70 73 миллиона сегодня речь идет мор задача стоит у тех не два не три а 113 мировых войн вмещается во второй мировой войне 113 мировых войн сразу чтобы было этого никогда не было людей уже приучили не продать не купить этого не было деньги если сегодня вплотную подошло даже ты взял не выпустят а мало того что это так еще и могут тебя и насильно сделать это а можешь что-то сделать воспрепятствовать никак всему надлежит быть прямо написано 24 глава матфея и луки 21 всему надлежит быть и попытки какими-то человеческими изобретениями избежать этого есть безумие что давай мы что-то сделаем и будет по-другому люди будут жить мирно не будет этого Игнатий Тихонович простите что прибиваю я немножко не об этом сейчас говорю в евангелии насколько я знаю не говорится о том какого размера должна быть война то есть мировая она должна быть или она должна быть локальная ведь все равно же гибнут люди неважно сколько людей погибло 100 человек один человек там 10 человек ведь в этом же нету разницы это все равно война вот так или иначе тем более ну как бы если говорить опять же за всю историю человечества они происходят всегда насилие происходит всегда иногда это можно назвать войной иногда это нельзя назвать войной вот но тем не менее насилие происходит всегда получается что мы на протяжении такого большого количества времени только и делаем что воюем распространяем болезнь вот так я вот у меня возникает логичный вопрос почему он до сих пор не наступил тогда если это происходит всегда почему он не наступил в гражданскую войну великоотечественную войну в первую мировую войну во вторую мировую войну не знаю когда римские легионеры захватывали огромное количество народов угнетали их в рабство их отправляли это это ли не пример огромной войны а римская империя вела огромные войны вот это тоже вызывает множество вопросов и логических несостыковок наступает осень приходится собирать плоды это не только хорошая должна быть погода а определенные какие листья какие плоды дожди или не дожди господь говорит увидите когда смоковница распускает листья знаете близко никогда не было таких событий за моревую историю как сейчас смоковница все святые отцы объясняет это и избранные богом народ евреи и государство образовано 1948 году это написано а раз это написано и горит сядь в храме выдавая себя за бога как бог но это же знаем и написано 2 феста не кейса 2 глава 4 стих но было такое ну было которые требовали почести своих но но ничем кончилось сегодня такая обстановка что буквально мы перед дверями уже стоим при том все для этого сделано вот сообщили что генетическим путем вывели какие-то тёлки красные рыжие и одной волосинки нет белой то и поехали туда три раввина из израиля в америке проверили все она нужна до того по библии чтобы ее сжечь и пеплом ее там где все покропить и это подготовка идет там много было все но однако это не так вот вы скажете если чудеса были тогда были такого чуда никогда не было как бог делает это сверх естественно что еврейский народ сумел собраться вместе восстановили язык это даже в одной семье нельзя сделать я знаю что такое с языками заниматься занимался много языками а это весь народ поставить там и они знают что такое и лишь вот как это что написать и они подводят тому что этот машиах мессия должен рядом уже стоит было такое никогда нигде никогда не было они как рассеянно по всему миру я затоуз говорит как вот солнце когда сильно печет и грязь превращается уже засохшая и теперь его раздавить и разметать по всему вот так наиверский народ был размотан по всему миру и он соберется это самое великое чудо которое есть сегодня дальше и будет проповедана евангелие всей твари и тогда придет конец да ну всегда проповедов нет это ну всегда что там было сегодня эфир буквально переполнен но даже мы вот эта наша группа 11 занятий каждую неделю при том из разных стран вот у меня только что уехала из ливана приезжали из италии мне пришлось много ездить и по америке всю европу скандинавию прибалтику с миссионерской поездкой никогда не было такого состояния напряженное ожидание конца будет это по другому никак и написано всем малым великим будет поставлен начертание начало или на правую руку 666 а сегодня во всех которые есть какие-то штрих коды везде 666 показано газета такая есть написано суд с антихристом это все разобрали подали в суд и суд выиграли не имеет права тогда и на наверное проще 666 а было такое не было никогда нельзя не продать не купить имеющие начертания сегодня буквально ты пол магазина можно взять но не выйдешь пока не покажешь смирение определенное я по определенным событиям только говорю значит проповедь евангелия от одной из главенствующих событий проповеди во всем мире и по эфиру и дома и чтобы так хоть незнакомому человеку я вот здесь барнаула тайский край вы где-то задавали вопросы мы беседовали это записано завтра могут посмотреть миллионы людей этого никогда не было слышали что-то рядом который стоит по всему миру у меня ну какой я то есть определенных критериев как я понял один канал только на у меня несколько каналов в ю тубе на одном только 22500 роликов своих 65 миллионов просмотров вот невиданная даже такая кто такой но у нас-то там переполнено все словом божьим я вот насчитал 50 тому это библия златоуз 12 томов это 80-е годы все на наших ресурсах стоит а можно было тогда я занимался как и насчитывал я писал примерно 1200 писем в год отправлял архиереем по всему миру а сейчас я одновременно могу достигнуть я только я получаю письмо из министерства окружение путина у меня благодарность от рамзана кадырова от лукашенко это вообще нельзя было и везде слово божие звучит как это а вот так да и то есть как я понимаю критериев определенных наступления конца света нету то есть мы не можем точно сказать в какое время у нас она наступит написано как человеку мне 82 года вам сколько 34 30 ну немножко у меня побольше кто раньше умрет большой вопрос с нашим нужно ответить так судя по признакам я должен умереть раньше но бывает и так молодежь и сразу гибнет в автобусе ехали где-то в космос полетели а я живу и живу вот признаки какие будут плохо будет слышать зубы не работают глаза не глядят а это у крестьяста все говорится и буду запираться на нас это такое форме и это относится к мировому сам к мировым событиям почему и притча соломона первого седьмой стихи говорится начала мудрости страх господень никто и не знал что библия была так распространена а библия это слово божие она гремит по всему миру буквально до библии получил руки в 23 года после армии от меня уже получили люди ну не два и три человека определенно так я только какое тут козявка а есть такие которые вообще на слуху и чтобы найти человека совсем не слыхал сегодня это вопрос надо сказать и вот эти события плохо слушают евангельское слово отрицается и будут искать от моря и до моря а сегодня могут издать все все нигде нет искать слово божие 8 глава 1 от 3 стих пророка амоса говорит юноши девицы будут стаивать и стаивать то есть иссыхать искать от моря до моря слова и не услышат сегодня буквально подошло к этому запретить еще не стоит вот это сейчас утопия фильм посмотрите когда все уже подмяты и где бы не были дома все что разговаривать только заругался заматерился а уже там на стене специально показывает столько-то заплати столько заплати полный контроль недавно на эту тему говорил патриарх кирилл это даже вообразить нельзя было ли такой не было а дальше говорит начало ли на или на правую руку вплотную подошло а было раньше ну было там у гитлера других тюрьмах номера давали то другое это не то они пытаются завладеть душою ну не признаешь его не признавай ничего не получишь а знаю у его написано за жизнь свой человек все отдаст это недалеко рядом мы стоим буквально в двери уперлись у меня еще есть вопросы можно еще александр есть же еще признаки то там воцарение антихриста определенным образом будет там будет в иерусалиме построен он сядет там один будет глава над всеми государствами границы исчезнут одно государство в мире а было когда никогда что с кашаларик был а что в этом плохого что границы исчезнут и меня об этом говорим хорошо не будет войны сарса на старше не пойдет потому что она не раздельно одно будет но это нельзя было сделать никак а сегодня одним днем сразу раз и всех накрыли и ничего нет не подтверждается нет и то есть не надо никак пристыгнуть сами друг друга пожирают люди раз бога то нет и все ну сейчас уже нет необходимости в прямом насилии в большом количестве истребления людей сработают совершенно другие схемы поэтому ну в данном случае мне кажется это не эффективный способ ну не сильно вас не действует вот на меня действует вот я вам сказал что именно а вы не приняли да это всегда было да были войны были землетрясения но такого которая сейчас надвинулась этого не было и где всякому народу языку и племени поставлено будет это невозможно начертание не продать не купить на островах даже везде маленькие государства какие-то албания одним днем накрыли всех а почему масонство я все этой темы отдал 14 лет занимался меня с это сажали в обвинение было 14 лет этой теме и не было не исследованы мною может ни одной книги не зарубежные не дореволюционные по назывался м1 м5 катушка это пятая катушка следующий все говорят только интервью будете брать в антихриста понятно ну хорошо у меня есть еще вопрос но опять же поскольку я занимаюсь и обучением людей и управлением людьми вот вот у меня несколько вопрос у меня хорошо слышите да я очень хорошо слышу очень хорошо слышите замечать время потому что у нас я постараюсь немного времени у вас отнять да вот смотрите доказано что ну человечеству почти три миллиона лет почему ну дальше я не знаю наверно бы какие-то более крамольные вопросы но они у меня просто вызывают логический батхёр то есть я не понимаю почему это нелогично так вот человечеству почти три миллиона лет это доказанный факт что вот скелеты находили анализировали этот человек он жил три миллиона лет назад там два и восемь миллиона лет назад почему вопрос возникает почему сверхъестественные силы начали вмешиваться в жизнь людей только две тысячи лет назад то есть человечество два и восемь миллионов лет назад а заниматься просвещением людей и их развитием начали только две тысячи лет назад это один из вопросов у меня тут еще вот в ряде давайте я сразу отвечаю никаких миллионах библии не говорит и это не рассуждаем я зато вот говорит чего библии нет о том не рассуждаем это бред не пьяных старух все вот там может быть миллиарды были не знаем когда это вселенная была когда планеты галактики но от адама как бог сотворил первого человека адама с евой и до христа пять тысяч пятьсот восемь лет пять тысяч пятьсот восемь добавьте две тысячи двадцать два все и больше этого срока не найдены ни одной стоянки ни одного инструмента там из камней первобытные люди делали горбатый такой идет это мы горбатые люди были прекрасные этого не было игнатий тихонович а вы верите в генетику как в науку нет как зачем это верить это есть что то есть если наука она наука пусть делает трудится но ведь наука доказала что разницы именно на генетическом уровне между человеком живущим сейчас и человеком жившим несколько миллионов лет назад нету нету еще раз говорю пять тысяч пятьсот восемь лет с точностью до года а от адама до христа от христа от рождества новая эра это тридцать шестом году еще крупская говорила все семь тысяч пятьсот двадцать два больше нет ни одного года никаких миллионов разговорный ведем можно тут бредить умом нету этого нигде не доказано ничем а генетика говорят нет ничего вот она винтореза смола текла и там ящерица попала туда и сверху наплыла а потом там унесло и теперь на берегу балтики я там было то дело и а янтарь ну вот это миллионы лет и она такая же ни одного когатка лишнего нету и превращение с одного вида в другой нигде нету черепаха замуж за осьминога не идет и комар на земле на слонихе не женится все одинаково все разнообразное все чудное если если говорить об эволюции то она немножко не так происходит она происходит не за счет скрещивания нас происходит за счет изменения условий которые влияют на живое существо и живое существо приспосабливается в изменениям внешней среды вот это называется эволюции александр да смотрите ничего этого нету вот австралопитек пятиконтроп а академик вирхов доказал которые взяты от разных зверей а потом слепили на расстоянии двух с половиной метров кости найдены и говорят о чарльз дарминдок он никогда не доказывал до самой смерти он был старостой церковным он показал только что видоизменяется зависимо от погоды бабочка может быть серой игуаны там где-то нашли они ему приписывают о чем даже не говорила не думала самоопровержение давал бог так сотворил и на этом все . дальше разговаривать не надо бог приведу и он не улучшает не надо никакой генетики я не буду по этому поводу спорить не буду тратить ваше время на это тогда еще вопрос почему на протяжении всего времени человечества хорошо него неважно опустим то что было до этого еще два с лишним миллиона лет опустим этот момент но тем не менее хорошо даже в разрезе двух тысяч лет если ты хочешь чему-то научить и это логично ты должен появляться корректировать вмешиваться в учебный процесс рекламировать его то есть делать его интересным для людей но факты же говорят об обратном что получается что этот процесс обучения людей а ведь нас по сути хотели научить если операция именно на религиозные верования правильно то есть человек был сам по себе не знал куда ему идти его решили научить как нужно правильно жить чтобы получить блага все различные правильно правильно но при этом если ты хочешь научить надо делать все это логично а тут логики абсолютно никакой нет понимаете вот называешь себя мудрыми люди обезумели говори священное писание называя себя мудрыми обезумели вот это состояние может несколько раз повторить два с половиной миллиона откуда знают кто они могут миллиарды триллионы лет не знаем мы знаем только от счастья что видят они там особый телескоп скорость света 300 тысяч километров секунды и вдруг нашли сегодня галактики которые отстоят от земли на 4 миллиарда световых лет тут можно поверить про красные лучи там где-то помогают и но и тебя это никак не сделать лучше чем ты пристанешь на суд божий почему лерман списал на смерть пушкина есть божий суд на перстике разврата есть грозный судья он ждет он недоступен звону златой мысли и делам знает наперед бесполезно говорить при том вот на земле сегодня я буду спрашивать вы знаете сколько нации на речи на земле сколько нации на земле но если говорить про страны в стран по моему больше ста сорока 2896 небольшая поправка 2896 а как так но все уже доказано и вот у все разные в разное время новый год но есть три момента которые абсолютно одинаково всех народов что это именно такое можете сказать что одинаково простите одинаково 2896 нации и вот есть что то что одинаково люди имеют это веру в это но я думаю что у всех людей есть любовь слушайте внимательно по порядку сейчас будем говорить все верят что был потоп а реальный там был что она спасались на кораблях там как это ноев потоп а он был тысяча шестьсот пятьдесят шестом году от сотворения адама тысячу шестьсот пятьдесят шестом все дальше никуда нельзя сбинуться это библия вся говорит книга книг хорошо все верят верят второе все верят что за гробом существует другая жизнь делающий добро получит добро делающий зло и будет мучен где это написано второе коринфянам 5 глава 10 стих нам всем надо жить предстать судилища христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живет в теле доброе или худое одинаково все и третье самое странное у всех семидневная неделя этого нельзя придумать люди как инки когда индейцы притом они с кем не имели общения семидневная неделя в разное время новый год да неделя семидневная почему сохранили потому что от нее зависело многое самом начале господь сказал чтите дель суббота и шаббат все счет его нам есть о чем подумать вот три момента которые подтверждают библейские изречения что человек посеет то и пожнет не надо допускать мысли такие которые тебя развеют вот генетик там что-то делать да не каждый день меняет все в пробирке человека выращивают зачем пробирки выращивают а он от любви от непробирки за ребенок зарождается тринадцатом году в россии 1913 ежегодный живой привет привет народа был приращение от трех до пяти миллионов ежегодно я понял ну я в принципе наверное по большей части получил понимание до ответов на свои вопросы не хочу больше скажем так вас утруждать сегодня у нас встреча какая-то там назначили я вернусь из церкви так будет а вы так вы на меня отдельно прякнете да да я тут ресурсы в какое время можно заходить а это николай мне уже посвятил в это расписание ресурсы скину это нельзя просветить мои ресурсы единственные вселенной больше нигде нету я студентам университетах там отвечаю на 4 тысячи сто больших вопросов по пяти параметрам такого нигде больше нету мне вот я стою за кафедры университете вы знаете я как бы формате эти беседы хотел больше получить ответы на больше на риторические вопросы я понимаю что нигде конкретику меня от конкретный ответ на мой вопрос мне надо только сам господь бог даст уже получили его только откройте сердце свое христос умер за грехи людей а у меня с этим проблем нет игнать технович я не испытываю угрызение совести я не творю зло не грешу в огромных там по промышленных масштабах я делаю жизнь людей лучше поэтому александр у бога другая мерка все так решили все лишены слава божия все до единого я говорю что мне комфортно столом 13 и 52 3000 лет назад написано я много не грешу ничто ничто даже маленькая не чистая в рай не войдет за громом только есть ад и есть рай где ты будешь определить себя мне на земле хорошо я живу смысл жизни какой скажите вот у вас смысл жизни какой варианте сегодня сегодня вы попали в аварию сегодня вы погибли вы достигли цели жизни своей нет тогда тихо ночью я думаю что жить чем мое личное мнение никого не призываю опять же да мне кажется что проживать надо как каждый день своей жизни в любви и стараться ею делиться какая любовь посмотри какие коррупционеры как они лоббируют а что мне на этих коррупционеров гнатий технович что мне на этой стройке российской федерации 120 миллионов абортов в женской войне кровью захлебывается государство государство сейчас снова в дребезке 51 тысяча сел исчезли вот мой конкретно я студентам говорю слово проблема я исторг из своего лексикона что нерешенный вопрос образуем отдельную деревню получаем статус детей три миллиона беспризорных я образую детский лагерь конкретно я не теоретик я директор его 45 лет и плюс три в новом формате тысячи детей поняли без помощи государства вы меня спросили о чем вы меня спросили о смысле жизни я вам ответил что для меня лично смысл жизни это прожить каждый день своей жизни в любви любви к ближнему любви к своих супруги любви к своим детям понимаете какой вы умрете и стремлюсь я и делаю я все это ради того чтобы вокруг меня была гармония пошел я отхожу уже надо бежать мне запомните вы когда умрете вам это ничего не надо будет только одно были выводы сейчас хорошо не здесь сейчас хорошо с богом всего бряхните на меня Игнатий Лапкин я скину вам ресурсы хорошо спасибо сразу сделайте так на это требуется три минуты николай да хорошо если остаться мы сейчас поговорим давай давай все все играть с богом в храм отходит видишь ему надо конечно у них богослужение давай дальнейшее общение коль без записи можно я хотел поговорить с тобой уже персонально больше на личные темы да я понял давайте сейчас на это скажу еще чуть-чуть и все закончу вот ты смотри ты услышал вот он тебе сказал признаки кончины мира что смотри во-первых сядь антихрист один будет над всеми государствами ты просто когда увидишь это начнет сбываться это уже признаки которых раньше не было один над всем миром никогда не был но и мир и второе в иерусалиме это будет будет храм построен построен там сейчас там мечеть стоит алякса по он называется потом значит этот он будет мир и безопасность говорить лозунг такой будет мир и безопасность вот потом глады моры будут именно масштабно будет и это вот все одновременно будет такого никогда не было и на масштабах это было но я имеется виду при одном правителе над всеми такого не было ну да такого прецедента не было но опять же если говорить про тенденции то все стремится глобализации это будет очень не скоро то есть мы придем к этому но именно глобализация то есть создание единого государства планетарного позволит там достигать целей невиданных масштабов а пока мы все разрознены и склочно воюем с друг другом в холодном режиме или в режиме горячих точек никакого изменения положительного не будет вот в этом то и будет знаешь самое большое обольщение что за все эти годы никогда мы не смогли друг с другом наладить на тут раз и нам скажешь давай наладим есть такие фильмы я сейчас не помню название их несколько я тебе могу скинуть там где показан мир ну проекция будущего вот то что он тебе сказал фильм кстати интересный посмотри краткометражный там все контролируется вот ты матернулся дома раз но это не только в этом фильме это еще во многих других фильмов в том числе голливудских это было ну да и вот а вот два фильма я смотрел значит иные по моему один на второй еще какой-то там там люди каждый день выходит на работу там или школу раз так руку представляют им там пик что-то туда а потом выясняется что это какая-то значит тема которая отрубает у тебя эмоциональную составляющую вплоть до того что ты даже в черно-белом спектре видишь зачем а вот чтобы мы все были дружные и чтобы мы были эмоции когда у тебя отрублено то ты как робот становится то есть ты ходишь там все выполняешь и никогда ты него не воюешь не любишь не завидуешь вот это все выкинуто когда и они вот такой мир значит они живут там а в какой-то момент и причем есть один избранный зачем он а он чувствует он чувствует и этот избранный он помнит все что было до и чувствует и знает и когда важное какое-то решение надо обществу принять они все к нему обращаются и тут за рождается вот еще один такой избранный и он тому передает значит эти знания и вот это показано вплоть до того смотреть это просто как раз на твой вопрос он значит у него ребенка рождается жена ему рожает причем как жена стоишь вот так работаешь там что-то делаешь там программисты кто угодно говорят александр вызываетесь на оплодотворение также там саманта вызываетесь на оплодотворение вы такие чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик день и в библии не в евангелии не прописано что так будет нигде так нет и об этом все фантазии людей нет я смотри смотри к чему я говорю то и он знает что вот идет идет вот такое понял понял как собаку на случку я понял потом ребенка родился там ой он какой-то это не такой и этот же отец у него работа такая он ему так укол ставит своей рукой хоп что такое но он не такой я его избавляю от страданий что такое убил его уколом убил почему но как нам же надо общество такое нас идеальное я к тому что говорю что достижение вот этого идеального общества есть ты духовно ты правильно говоришь как это духовно то надо дать людям если ты не по духу живешь не по духовному закону да то ты живешь по физическому это же описано в библии ты можешь записать потом почитать галатам 5 глава 4 14 стих что поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделение плоти и плоть она противного духу желает а что это такое они друг друга против стоять у тебя плоть одно требует страсти твоей да а дух он другое как что такое дела плоти прелюбодеяние блуд нечистота непотребство идолослужение волшебство ссоры зависть гнев распри и праздногласия и так далее пошло убийство пьянство бесчинство и как этому противостоять любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера коротко с выдержание с другой стороны стоят то есть два вот и и ты если ты духовно ну ты в хорошей семье воспитан у тебя хороший задел но по библейскому есть ты будешь по библейской мерке смотреть еще выше гораздо ты можешь быть еще гораздо лучше а если мне норму тебе норма что есть идеальная версия тебя мне дали как живому существу как человеку да по библии дали мне свободу воли да я нормально живется мне все в порядке совести у меня нет проблем не в духовной сфере я на все свои вопросы нахожу ответы сам мне мне просто хорошо работают и развита аналитика и логика мне не нужны посредники и уже книги мне нужны люди я лишний раз убеждаюсь в том что я на многие вопросы могу ответить сам кроме тех вопросов которые являются риторическим вот я сейчас игнатью тихонычу сдал вопросы риторические больше вот я прекрасно понимаю что никто мне на них точного ответа дать не может конкретно понимаешь не уходя в дебри не приводя мне какие-то примеры очень косвенно касающиеся этой темы а конкретно отвечаем мне на вопрос просто работа сейчас ну как бы про деформация заставляет меня задавать конкретные вопросы и получать от визави конкретный ответ вот в такой схеме все что связано с религиозной темы это не работает здесь скорее надо душой прочувствовать я сейчас лишний раз в этом увиделся ну смотри ну во первых конечно действительно должен прочувствовать это не просто так это надо прочувствовать понятно но важный момент что написано не ваше дело знать временные сроки а почему не полезно нам это знать а а потому что как игнать тихоныч приводит он говорит если я вам скажу что завтра умрете то вы значит будете все делать и причем одни будут на злое делать а вторые на доброе сразу разделиться да то есть это не полезно знаете как то умрешь ты не 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 я не про то я вообще даже этим не интересуюсь я просто к тому что ну вот допустим опять же ты говоришь будет судить опять будет судить всех людей то есть вообще все они за всю историю человечества все встанут из могил и будут то есть то есть логично логично ну как бы назовем то дергать людей которые уже умерли которые находятся там в раю или в аду уже получают наказание или получают там какой-то вечный покой за свои праведные поступки и тут неожиданно получается что они еще раз будут судимы но тут уже финальный будет приговор сейчас они в камере временно содержание находится то есть ты хочешь сказать что все души в честилище находится что нет это же не наше учение нет почему они кто-то кто-то в раю кто-то в аду находится сейчас повторно за что вы если они уже осуждены и наказаны или просто мы увидим как их дела будут все знаем если стране гитлер встанет и тебе будет показано что гитлер было самый хороший правитель например за всю историю но вот здесь 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 плохо сделал где но на евреев попер на евреев под не попер бы может быть и сейчас была бы объединенная республика германия по всему миру понимаешь также вот все дела по причем здесь коль евреи ну как бы окей мотив то был но как бы так за между прочим русские тоже были утроменьшими которые подлежали практически полному уничтожению какая объединенная германия коль ты чуть меня это совсем пугаешь если бы он не тронул евреев то у него другое совершенно было бы все он тронул богоизбранный народ поэтому самая главная ошибка его он туда попер если бы он не тронул евреев ты же знаешь что евреи миром сейчас правит до сих пор это это скорее был инструмент это не было причиной это был инструмент с помощью которого человек получил власть это подтверждают исторические ну как бы подтверждают источники в том числе близкие к его окружению ему нужно было найти причину как это называется разжечь сердца людей обвинить кого-то конкретного и поскольку самым незащищенным самым самым угнетаемым за всю историю человечества до был богоизбранный народ вот поэтому он выбрал его потому что это уже ну как бы я не знаю это это как устоявшийся штаб вот в обвините во всех своих бедах кого-то третьего это с точки зрения психологии толпы это работает идеально и это сработал тогда вот ты же знаешь что он там эти но специально эзотерика всякой ученых со всего мира воровал там они у него подпольные фау-2 ракету они сделали еще когда поминь никаких ракет не было опыты над людьми там он же не просто полез кстати благодаря фау-2 у сша и у ссср появился атомное оружие баллистическое оружие вот эта вещь полезная мы с помощью нее в космос полетели так на между за между прочим коль начали изучать шар земной начали изучать атмосферу полезные вещи полезно вожделение плоти те же самые остались как изменяли жены мужьям и мужья женам так и ничего не меняется вот это есть и в живой природе человек по сути от живой природы отличается только тем что умеет осознавать что где он находится и кто он такой вот именно что ему должен дано сознание и вера на данном принципе поэтому конечно и закон вот кстати ты говоришь что закон закон никто что учитель никак не участвовал он есть ты ветхий завет начнешь читать внимательно он постоянно вмешивается господь но постоянно пророков посылает на разные государства иди скажи им если тот этот они сделают пожгу они раз там хоп вавилонскую башню сделаем себе имя раз языки возникли он же смешал языки тогда ваша это я знаю противоречия есть некоторые ну то есть окей ты используешь дипломатические какие-то вещи вот тут все сильны тут реально все сильны ну как бы а какого тогда получается что использован самый наименее эффективный инструмент из тех возможных из всех и миллиардов вариаций используем самый не наименее эффективные способ не самая но наименее эффективный статус людей можно было так когда они не скажем так еще не развились в науке можно было и научить чему то и показать как надо и к не знаем там и показать как нужно обучать людей вот по какому принципу нужно это делать но эта работа не была проведена просто тупо не была проведена коль не все было этого я могу сделать выводы что что источник из которого черпают информацию написан человеком вот чем человеком дилетантом ну подожди подожди смотри как не было давай подожди сейчас стать сейчас на месяц глазами бога посмотрим на мир смотри он сотворил мир и потом сотворил человека по образу написанный подобию своему образ подобие божий это ты с ним единый что такое ну ты творец тоже в душ каждый человек он творец и в нем какой-то талант обязательно душа у него образ подобие божий и он свободный человек и он свободному человеку адаму с евой дает и детскую заповедь на земле единственную райский сад насадил все отлично говорит все делай возделывать здесь ходи радуйся размножайся плодить одно только от древа познания добра и зла не ешь от него день который вкусишь смертью умрешь ну что свободу он дал им дал почему но ему роботы не нужны понимаешь ты у телефона же не спрашиваешь хочет он николаю звонить или игнатью ты набрал и все и он позвонил но ему такие люди не нужны он сам не такой он свободная личность не видишь ли ты в этом утверждение противоречия я вижу он создал он сам свободная личность свободная он создал по своему образу человека загадал по ограничению и дал ему а пока за послушание всего вот и как родитель ты своему ребенку даешь кучу ограничений со всех сторон его обложил это не было будем но боль получается ты свободен но ты не свободен ну конечно ты смотри александр но ты же не свободен выйти из окна и не разбиться с двадцатого этажа есть упадешь не свободен ну опять же а если меня ничего на этом свете не держит абсолютно да то есть если мне плевать там на на близких друзей и так далее нет я имею ввиду не про эту свободу даже я тебе группу про свободу того что ты не расшибешься нет лучше притяжение закон работает правильно опять противоречие нас всегда исключительно всегда спасало наше умение искать и находить решение проблем то есть находить правильные способ решения проблем натыкаться на неправильные делать выводы вот и именно это двигало всю историю человечества вперед не ну я тебе про свободу сейчас подожди ну вот смотри начали про про свободу и про то что познание закрыта точнее было закрыто в раю а но это все было в раю с другой стороны то есть получается что нужен человек свободный но не стремящийся к знаниям мнение это неправильно познание это просто так она называется это отдельно вообще тем почему он так называется знание не открыто наоборот адам он он творец он все знает он животным имена давал чтобы им имена давать надо знать их свойства это же не просто так муравей там называть определенное есть свойство за этим нет у него знание было и творчество было древо познание добра и зла это просто как вот послушание вот все делай а вот отсюда не ешь плодов не ешь в день который вкусишь смертью умрешь он да действительно мы ограничены есть законы физического и духовного мира все правильно ты говоришь в том то и дело что господь он сварил он их сотворил дальше они нарушили он свои слова обратно не берет бог уже такие законы установлены смертью умрешь мы все начали в отойти после этого идем всего от все из этого никак нельзя выйти мы человеческими своими не можем ничего сделать он постоянно все он этому ветхозаветному народу посылает постоянно заповеди сначала он ко всему народу обращается потом они испугались нет пусть моисей за нас ходит мы боимся он начал ходить на скрижали спустил им и потом пошло поехало он постоянно как ты говоришь не научил он постоянно их учил сюда не ходи с них башка попадет к этим не ходи с этим племенами не спи они язычники там постоянно он их учил и до сих пор учат и потом христа он уже спускает воплощается через деву марию ты понимаешь что такое эффективное обучение что такое неэффективное обучение ну смотри на ну цель какая изначально стоял цель стояла научить казни и слышал про них ну конечно конечно это как те эффективное обучение нет если люди даже этого не понимают ну ну люди даже рука скотинились пошел грамм но что коль еще раз тут все просто опять же это как-то та старая поговорка что дай человеку я не знаю там рыбу да он ее съест на следующий день придет снова попросить дай ему удочку научи его рыбачить он тебе с этим вопросом больше не придет обе то же самое и при обучение но если если ты обучаешь один народ они все понимают а потом следующее поколение про это забывают научи учить это же проще так учил он постоянно том-то дело люди понимаешь смотри смотри такой пример это неэффективно получается раз уж каждый раз выступаем на одни те же грабли значит это неэффективно все что говоришь справедливо только в том случае если нету свободной воли раз и второе если бы не было грехопадения после грехопадения именно древо познания добра и зла человек познал что такое зло и начал его творить активно сатана вошел в мир и начал активно здесь безобразничать он же сброшен с неба был и все и он здесь был до христа он был здесь сейчас его нет он в аду связанный но ты же понимаешь что все вот все элементы этого грехопадения они заложены в организм и работают по механизму которые заложены в этом организме понимаешь то есть то есть смотри что вызывает влечение у человека набор определенных гормонов допустим определенная химическая реакция то есть человек гормона вырабатываться там допустим тестостерон вот мужчина начинает вожделеть к женщине правильно это же факт факт таблетки есть которые повышают там или понижают количество этого гормона есть есть это работает работает отрицать этот факт глупо работают правильно дальше что касается допустим там не знает от того же самого черевоугодия да вот не знаю там допустим детей с детства приучает вот пока не доешь не уйдешь до пока не докушаешь там кашу свою не вставай из-за стола он сидит и кушает его на протяжении 10 лет он этим занимается под контролем родителей вот и у него к взрослому возрасту формируются пищевые привычки по которым он дальше живет во взрослой жизни понимаешь из-за этого возникают проблемы с лишним весом со здоровьем там сердцем прочим то есть как бы это такая тема тоже интересная пищевые привычки вот которые провоцируют черевоугодие вот но опять же эти механизмы они не не антихристом придуманы не сатаной они придуманы и заложены природы то есть тем тем с чем рождается человек в том-то и дело видишь ты должен духом властвовать на тело гоню штуку тебя должен быть на первом месте а когда ты у тебя духовного нету все ты вот и живешь это же можно назвать силой воли то же самое что не грешить да то же самое что это значит развивать свою силу воли все все правильно логично я просто потому что это что-то нет каких-то высших сил мы так устроены что мы предрасположены греху самому своего рождения но сейчас до после грех падения а до этого то не так было же задумано а то что мы нарушили это уже на злое поняш ножом можно салат приготовить можно зарезать вот еще ты говоришь ну нож задуман чтобы им резать ну конечно задуман но не задуман чтобы людей резать то есть понимаешь это может инструмент всего но же самое с привычками вот с привычками ты говоришь да я знаю таких людей и они бывают что родители если неграмотные то ребенок потом всю жизнь мучается и он бывает дистрофия у него из-за этого или наоборот это же его ими заставляют но приучаю да да а то что видишь научить понимаешь ну вот как ты обучаешь положим людей да но ты же отборщик проводишь ты же никого попала обучаешь ты всех кого попал ты не обучишь правильно ну и значит ну подожди ты сейчас в каком контексте говоришь вот про тебя конкретно причем здесь я я специалист в узкой области я же говорю про про всевышнего про всемогущего всемогущее существо которое априори должно быть умнее меня в миллионы раз и она использует самый наименее эффективный способ для того чтобы учить ну это же не логично какой эффективный способ когда от тебя только от груди отняли даже еще ты в животе носишься уже там мама твоя определенные вещи делает именно именно поэтому я с игнатием тихоновичем затронул тему тому же человечеству гораздо больше чем 7000 лет это доказанный факт и генетически и собственно говоря и анатомически но то что откопали там самое большее вот это она не находится там этого срока этих лет он пять тысяч пятьсот восемь лет от адам до креста и все черепки еще там откапывали ничего там никакие экспертизы не но это даже понимаешь мы даже сейчас не об этом сейчас про духовные законы вот ты сколько ты еще лет там придумай ну что придумай вот в эфиопии нашли скелета гоминида вот возрастом 2002 миллиона восемьсот лет почти три миллиона лет такое понимаешь как они эти экспертизы проводят но окопали доставки взяли современного человека взяли гоминида сравнили получили ответ у нас же дачи рядом причем закапывал туда когда через сколько лет этого ничего нету все гумус превращается такая же не говорю про чернозем в черноземе активная минеральная база речь идет про эфиопию каких-нибудь пещерах каких-нибудь естественных условиях при которых костная ткань человека сохраняется наиболее долгое время есть вообще находили такие могильники в которых условия были для разложения минимально то есть прогресс разложения был минимальным те же самые саркофаги в египте сколько сколько тысяч лет мумиям и в каком состоянии они сохранились опять же все зависит от условий тут конечно тут ничего не докажешь просто никому потому что я например а что тут доказывать если есть наука генетика она подтверждена на рабочие у них есть критерии по которым можно открыть и посмотреть как это было сделано и все и ты получишь ответ на свой вопрос тебе не надо открывать старую древнюю книгу для того чтобы взять и пойти посмотреть источник который вот открыт у тебя перед глазами но у них постоянно чё-то не сходится в чем дело я постоянно проверяю и чё-то не сходится ну например возникновение планеты там происходит это знаешь мне напоминает вот большинство теорий напоминают они все теории называются что точно то нету теория такая стоял курятник там курицы были и тут соседский мальчишка подзарвал ее курятник подзарвал и цыпленок табака получился ну ты поверишь в это он прямо приготовлен кто тебе точно никогда не скажет что было но опять же ты знаешь какими методами исследуются другие вселенные другие планеты помощью чего и как это происходит процесс я везде где смотрел вообще что-либо на эту тему видно что там виллом по воде вилами действительно умные люди но хочешь сказать что астрономия это не наук почему наука на наука она что она открывает то что уже наука наблюдение за звездами и я тебя просто маленький такой маленькую вещь объясню давай представим себе ну даже нет не буду не то чтобы представим ну хотя бы немножечко представим все масштабы вселенной которая нас окружает при этом у нас есть понимание скорости света и мы получаем информацию от удаленных от нас звезд опираясь на вот эту скорость света и расстояние между нами вот то есть сейчас грубо говоря мы получаем свет от тех звезд и планет которые возможно уже не существует но это я знаю все знают и именно с этим связана не точность в определениях и в некоторых теориях которые действительно называются теориями вот но тем не менее сейчас уже вот сейчас выводятся на орбиту такие инструменты которые позволят это делать с большей точностью вот это вопрос только времени когда мы получим больше ответов на вопрос об устройстве вселенной другой стороны если бы мы были зафиксированы именно на этой планете если нас ну как бы был такое ограничение нас бы в космос не выпустили нас космос выпустили и мы открыли глаза и мы увидели что вокруг нас красивейшая замечательная жизнь закона по которым живет живут остальные планеты что это не одна планета это множество планет это миллионы миллиарды планет а зачем создавать такое пространство опять же это неэффективно и нелогично вот если не использовать его для чего для чего сделать огромное пространство неимоверных размеров для того чтобы их не использовать логика есть логики нет поэтому логика мне здесь подсказывает только одно что если есть одна планета с населенными и населенными разумными живыми существами то есть и другая может быть сама форма от углерода отличается чем-нибудь другим но она есть это факт все никак не мешает людям которые все это там изучают и прочее безобразничать убивать изменять и прочее все же делать и всем предвежит предстать предсудилище христово вот это понимаешь это самое главное ты хоть как ты все там изучи а потом как ты если мы улетим на другую планету ну я не знаю вот это на марс и на уму там делать нечего а вот допустим улетим на какой-нибудь пригодную для жизни планету мы и там тоже будем судимы у меня вот книжки стоят за мной вот это примерно рассуждение напоминает что она сейчас скажет а если я сейчас убегу от николая и в африке окажусь вот почему то есть это как бы что же вопрос времени мы же отправляем спутники отправляли людей на на луну не как все равно тебя везде будут судить ходе где-то они ну не как бы я я такие как буки будут судить окей ладно бог с ним хоть ты живой будешь на тот момент хоть это а еще кстати признак три с половиной года он будет править сатана три с половиной года но печать его будут ставить на лоб и на этот христиан будет гнать особо будут гнать христиан и настреблять и католиков то христиан всех католики это христиане конечно первые опты сирийцы грегори она армяне православные то что всех бурят так что не знаю видишь если как со стороны бога смотреть то конечно я думаю что у тебя терпения не хватило бы и у меня и дом тоже создает человека по любви дает ему свободную волю думать сейчас все будет его раз единственное нарушает нарушает грех входит в него и он начинает безобразие но постоянно то пророков то это постоянно наказывает их и так и сяк уже ничего не понимает как ну бессмысленные и все уже напрямую говорит вот это не делай сюда не ходи все равно безобразие уже и сына своего отдал за нас за смерть уже рай открыл нам сатану связал в аду говорит вот живите свято вот вам запил нет опять опять настолько греху человека сильно работать и чего угодно там будут выдумывать лишь бы не жить свято на земле а можно жить можно но это малое стадо все правильно ты говоришь что конечно это мало очень девочек научить можно человека в одной семье у адама съела рождается каин и авель каин убил авеля почему по зависти я же первенец это младший брат мой ты от него жертву принял от меня не принял чуть такое и все он его раз убил причем очень странно жертвоприношение было воспринимать библии серьезно очень странно было ну как бы зачем зачем приносить жертв вообще в разве бог давал такой наказ до это же человеку нужно чтобы он через это как-то приходил в сознание небольшое обременение ну как жертву зачем 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 мучить живое существо уже непонятно это применение любое наказание двойка школе меня а зачем ничего не повинное существо то мучить цель ты касаемо рту да она бездушная но тем не менее он живой и ты его не для еды убиваешь и не для не для выживания а убиваешь его просто так почему для выживания убиваешь как раз выживание души а почему до сих пор не приносим жертву приносим я бы они духовные жертву приносит они физически а когда решили от этой практике отказаться тоже непонятно после христа он принес себя в жертву после этого все отменилось все жертвы отменились он все жертвы отменил он считаешь это с точки зрения всемогущего всесильного существа это эффективно я думаю что нет я не знаю что такое эффективно эффективно это то что достигает цели они то что может плавно и очень долго не приводить и так и так ничему не наш свободной воли тут работы понимаешь ничего не сделаешь с этим она работает и все и то что он дал нам и из-за этого все так и есть то есть никак но не выскочишь уже из этого он отдал это и все если бы он не дал конечно все бы были супер эффективные нас учить не надо было здорово толкователь так пишут подожди как бы если если всемогущие всесильное существо эффективно значит и подобие его должно быть эффективным логично если не палим это да все было бы и так ну может быть может ангел это его понимаешь вот ангела его одни слушались один возгордился осени осеняющий деница возгордился тут же война на небе его скинули но тоже эффективно архангел михаил эффективный лес или дениса эффективно сатана который возгордился оба эффективные понимаешь но один не послушался точно так же ты на работе ходишь один ворует другой не ворует эффективные да один на злое другой на доброе не только ты меня немножко не понял если применять моей работе да то есть я ставлю планы и контролирую выполнение этих планов вот и эффективность я оцениваю именно с точки зрения планирования и выполнения вот а если я хочу человека чему-то научить то я сначала провожу анализ того чему нужно человека научить потом быстро потом выстраиваю по своему опыту по по своему мнению обучающую программу вот и контролирую контролирую обучение непосредственно само фиксирую какие-то вещи ну как в школе понимаешь как в школе как в институте не контролируя это не не вмешиваясь в учебный процесс человек может сбиться человек может пойти не по тому пути именно это я называю эффективностью что почему к чему чтобы человека чему-то научить надо использовать эффективные методы эффективные методы рождаются только из опыта но опять же тут логический вопрос возникает неужели у всесильного всемогущего существа нету не опыта не какого-то профессионализма я думаю что это не так поэтому у меня здесь очень много вопросов именно связано с логическим есть но вот ты учишь учишь своих там потом он взял и повесился и чё ты будешь да причем это наплевал на другую это опять сейчас ударяешься в абстракцию у тебя есть цель конкретно конкретно есть цель но есть инструменты чтобы достичь этой цели у тебя есть инструменты как самого непосредственного процесса исполнения процесса так его контроля если ты не пользуешься в полной мере ты на выходе получаешь эффективно выстроенный процесс а есть если ты не пользуется неэффективно то люди раз за разом будут не достигать цели которые ты перед ними ставишь этого но если не получаешь вот эти гурты все сделал по своей схеме всех все нормально работала а потом приходит прям целое поколение людей которые делал все не так не работает твоя схема и ты как ни правь ее все равно не работает но не работает он взял все не буду я больше с этим программистами пойдут улицы мести твоя цель не выполнена у тебя сотрудников нету но ты не можешь у него отнять свободную волю я эти риски закладываю сразу но опять же ладно это значит сравнивать работу и управление миллионами людей это конечно миллиардами людей это конечно не совсем тот масштаб о котором я могу рассуждать полной мере вот пример те привожу книга второзакония она за пять тысяч лет до того до нашего разговора уже даже еще раньше 5 30 глава 15 стих господь вот я предложил сегодня тебе жизнь и добро смерть и зло я который заповедую тебе сегодня любить господа бога твоего выходить по путям его исполнять заповеди его и постановление его и законы его то будешь жить и размножаться и благословить тебя господь бог твой на земле которую ты будешь ты идешь чтобы овладеть ею и он говорит избери жизнь говорит избери понимаешь а человек он раз нет все равно все равно понимаешь нет я не буду здесь избирать а есть те которые жизнь избирают и ты ничего не сделаешь это вот книги второзакония до наших дней уже столько тысяч лет прошло все точно так же идет а я не говорю что надо быть если если применять это на такие огромные масштабы то нет необходимости в достижении стопроцентного результата но если бы хотя бы большая половина населения то есть больше половины человечества осознавала как это делать правильно то остальные бы просто двигались скорее больше в общем потоке нежели да да даже будучи умея самим эффективно выстраивать процесс обучения учить своих детей и так далее то есть конечно это все постепенно деградирует поэтому необходимо в этот процесс обучающий вмешиваться но если это происходит происходит неэффективно то это вызывает вопрос какой на самом деле за 100 см и испорченные вообще ужас ну настолько люди испортились что уже невозможно уже немножко устал да я тоже да поэтому давай уже закругляться я надеюсь я никого не обидел не а верующих нельзя обидеть но все замечает не но некоторых можно знаешь это есть некоторые особо реальные граждане но я надеюсь я никого не обидел нет нет у меня просто подход к жизни такой да что я выстраиваю логические цепочки эффективные процессы и дальше уже их реализую но все так и останавливает